В студии доктор медицинских наук, руководитель первого хирургического отделения хирургии пищевода и желудка Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского Алексей Леонидович Шостаков. Алексей Леонидович, здравствуйте. Насколько актуальна сегодня проблема рака пищевода и желудка для жителей России? Актуальность проблемы лечения рака пищевода и желудка для жителей России, в общем-то, как и все последние десятилетия, по-прежнему остается очень актуальной. Известно, что где-то порядка миллиона человек ежегодно с этими заболеваниями регистрируются в мире, обеспечивая достаточно высокую летальность, к сожалению. Это серьезная заболеваемость, и, к сожалению, нельзя сказать, что наша страна в этом смысле серьезно отличается от многих других стран. Заболевания достаточно высока, и это тема, которой мы занимаемся постоянно. Хирургия рака пищевода, хирургия рака желудка. Надо сказать, что где-то в пятерку по частоте встречаемости входит рак желудка, где-то в десятку рак пищевода, несколько реже, но, к сожалению, течет он слогачественнее, поэтому прогноз при этих раках похуже. Так что это наша тема, центр хирургии и отделение наше этим активно занимается, и, в общем, действительно те современные тенденции в лечении этого заболевания, а они есть, конечно, мы активно применяем. Надеюсь, что они позволят нам хоть сколько-нибудь улучшить статистику при этих заболеваниях. Искренне вам этого желаем. Спасибо. Алексей Ленинцевич, а можно ли сказать, что основной метод лечения рака пищевода и рака желудка – это хирургический? И по каким параметрам определяется выбор и объем оперативного вмешательства у таких пациентов? Да, можно сказать, что является хирургическим. Собственно, так и прописано в наших национальных клинических рекомендациях, которые сегодня уже подготовлены, которые все больше и больше становятся нашими клиническими руководствами. Хирургическое лечение обеспечивает то, что у нас называется радикальное удаление опухоли. То есть удаление опухоли в пределах здоровых тканей, избавление человека от заболевания как такового. Хотя стратегически не снимает этот диагноз. Очевидно, потому что когда речь идет о злокачественных новообразованиях, всегда есть риск того, что мы встретимся с так называемыми метастазами. То есть отдаленными участками, отдаленными зонами человеческого организма, где продолжает развиваться опухоль. Но, тем не менее, современные хирургические объемы, которые были разработаны уже достаточно давно, которые подразумевают, конечно, достаточно серьезные широкие резекции, а в каких-то случаях удаление органов по-прежнему актуальны. Расскажите о возможностях визуализации опухоли с локализацией в пищеводе или желудке. Как это влияет на лечение? Да, ну, визуализация при опухолях злокачественных, в принципе, это касается любых органов, не только органов желудочно-кишечного тракта. Это, пожалуй, основная базовая часть нашей диагностики. Диагностика заболеваний пищевода и желудка, в том числе злокачественных, начинается с банальной бендоскопии. И таким вот образом эта визуализация позволяет нам и увидеть эту опухоль, и оценить ее размеры, оценить ее локализацию. Это сказывается потом на нашей хирургической, в том числе, тактике. И что, конечно, чрезвычайно важно взять биопсию, взять, получить необходимый материал, который позволит нам установить характер этой опухоли. Потому что не любое новое образование – это опухоль, не любая опухоль – это опухоль злокачественная, не любая злокачественная опухоль – это рак. И все это сказывается, так или иначе, на наших тактических возможностях. Но этого, разумеется, недостаточно. Поэтому сегодня в нашем диагностическом комплексе и так называемое НДУЗИ, то есть сочетание эндоскопического и ультразвукового исследования, и разные виды томографии, будь то компьютерная томография, магниторезонансная, позитронно-эмиссионная, так называемые подкаты. Все это позволяет нам оценить и распространенность опухоли, и ее стадию, и в конечном итоге определить не только тактику хирургического лечения, но и стратегию лечения вообще, потому что в каких-то случаях на основании этих данных, этого раньше, конечно, не было, это наработки уже последних лет, операция должна предшествовать химиотерапии или химио-лучевая терапия. Это позволяет делать операции более безопасной и более прогностически успешной. А в каких клинических случаях возможно применение альтернативных методов органно-сохраняющего лечения? Это тоже сегодняшний тренд, органно-сохраняющий операции при злокачественных новообразованиях. Надо сказать, что десятилетиями хирургов молодых учили, что даже маленькая опухоль подразумевает необходимость выполнения большой операции. Вот сегодня, в общем, скажу не без достаточно длительного пути, который нам удалось пройти, с сомнениями и, в общем, какого-то рода остановками, мы все-таки пришли к пониманию того, что при выявлении раннего рака, то есть рака на самых ранних стадиях его развития, мы можем позволить себе выполнить операцию, которая не будет сопровождаться каким бы то ни было разрезами на человеческом теле. То есть это, ну, есть такая достаточно распространенная уже сегодня методика выполнения операции по использованию мондоскопической техники через естественное отверстие человеческого тела. Вот здесь тоже можно выполнять эти резекции. Хочу сказать, что, конечно, мы очень тщательно наблюдаем за этими пациентами. Мы, конечно, еще нарабатываем наш клинический опыт. Мы пока еще не готовы окончательно перейти практически во всех ситуациях, в таких, такого рода ситуациях к применению этой техники. Но то, что эти методики развиваются, очень активно разрабатываются, не только в нашем центре, но и вообще в мире этот опыт мы тоже, конечно, учитываем. Это правда, это однозначно современная тенденция в лечении таких опухолей. А как определяется оптимальный объем региональной лимфоденоктомии? Когда я начинал работать, будучи молодым совсем хирургом, еще ординатором в центре хирургии, мы как раз занимались разработкой этого этапа операции. Лимфодисекция или лимфоденоктомия – это как раз то, о чем я говорил в начале. Это тот этап операции, который помимо удаления основного органа обеспечивает необходимую радикальность, потому что мы, помимо того, что удаляем желудок или часть желудка, пищевод или часть пищевода, мы сегодня понимаем, что мы должны удалить практически все окружающие ткани, где могут потенциально появиться эти самые метастазы. Поэтому этап лимфодисекции – это сегодня протокол. Без этого операции эти не делаются. И это очень важный этап, потому что именно он с последующим гистологической верификацией того, что в этих лимфатических узлах морфологи наши обнаруживают, позволяет нам сказать и о стадии развития заболевания, и о возможной дальнейшей тактике лечения больного, потому что, как я уже говорил, мы не снимаем диагноз, к сожалению, выполненной операции, поэтому, как правило, все-таки пациенты эти далее идут к онкологам и получают химио-терапевтическое лучевое лечение или какие-то иные варианты онкологического лечения. И вот здесь вот это стадирование на основании удаленных метастазов, этих самых лимфатических узлов, им очень помогает. Так что это важный этап. Алексей Леонидович, как Вы сказали, что Вы обладаете уникальным клиническим опытом, и насколько отличается положение дела с лечением рака желудка и пищевода сейчас и во времена самого начала Вашей практической? Благодарю Вас. Я хочу сказать, что да, вообще говоря, отличается и отличается очень серьезно. Сегодня наше представление о раке, вообще не только раке пищевода и желудка, но в частности и этих органов, серьезнейшим образом отличается от того, что было еще 10-20 лет тому назад. Не столько и не только, конечно, благодаря нашим хирургическим подходам, которые в большей степени распро направлены сегодня не только на повышение радикальности, но и на снижение травматичности самой операции, что, конечно, тоже важно. Послеоперационный период должен проходить достаточно безболезненно, достаточно просто, чтобы как можно более рано мы могли больных передавать дальше нашим коллегам-онкологам-химиотерапевтам. А вот с точки зрения понимания того, что опухоль сегодня, это, скорее всего, в общем, достаточно индивидуальное персонализированное образование, что его лечение должно быть, опять же, достаточно индивидуальным, и это мы видим, это очень четко проявляется в подходах как раз этих наших коллег-химиотерапевтов с разработкой таргетных методов, молекулярно-генетических способов оценки этой опухоли и индивидуальной химиотерапии. Могу сказать, что да, сегодня мы к нашей радости видим очень часто пациентов, в общем, с точки зрения, допустим, 90-х годов совершенно безнадежных, которым мы отказывали, потому что понимали, что помочь мы им не в состоянии. Сегодня, после ряда курсов химиотерапии, пациенты возвращаются к нам, нам удается выполнить им радикальную операцию, нам удается существенно повысить прогноз у этих пациентов. Конечно, это вопрос достаточно серьезный, конечно, это вопрос, который находится в состоянии решения, в состоянии разработки. Не все здесь зависит от хирургов и онкологов, очевидно. Многое зависит от организации здравоохранения, потому что чем раньше пациент к нам обращается, тем больше у нас возможности ему помочь. Но, тем не менее, вот все эти методы, о которых мы сегодня с вами говорили, комбинированные методы и комбинированные комплексные подходы к лечению этих больных совершенно принципиально, я бы сказал, изменили ситуацию у этих пациентов. По большому счету, сегодня диагноз опухоли злокачественной, рака, желудка, будь то рака пищевода, даже в общем на достаточно высоких стадиях, это совсем не приговор, это руководство к действию, что, собственно, мы и стараемся нашим пациентам предложить. Действительно, хочется пожелать, чтобы ситуация улучшалась с каждым годом. А вот на ваш взгляд, каких изменений врачи и пациенты могут ожидать в ближайшем будущем? Ну, я думаю, что будут и дальше развиваться вопросы, связанные с химиотерапевтическим лечением. Появляются все новые и новые препараты, разрабатываются новые комбинации их использования, внедряются новые протоколы. Мы ведь вовсе не всегда начинаем с операции. Действительно, иногда операция должна предшествовать химиотерапевтической терапии или какие-то иные варианты онкологического лечения. Это первое направление. А второе – это то, чем уже конкретно должны заниматься хирурги, ни в чем не уступая возможностям обеспечения необходимой радикальности, по сравнению с традиционными операциями, минимизировать наносимую нами травму. Любая операция – это всегда стресс, это травма, но современные методы, в том числе эндоскопические, о которых мы с вами говорили, позволяют, конечно, существенно сократить реабилитацию пациентов, обеспечить им достаточно раннее вращение к их нормальной жизни, обеспечению качества этой жизни и продолжению лечения. Хочется добавить, да будет так.